КОНЕЦ Сейчас в прессе уже говорят, что мы здесь все уже обработаны юристами, и мы все говорим одинаково. До этого случая с Татфонбанком я абсолютно доверял нашему правительству, нашим руководителям, семье Шаймиевых, Минихановых. Я им доверял, с удовольствием ходил на выборы, голосовал за них, верил, что такая ситуация, какая сейчас произошла, она не может произойти. Надеюсь, что все-таки правительство Республики Татарстан не будет, как страус, засунуть голову в песок, выставив наружу другое место и делать вид, что ничего не происходит. Происходит, пожалуйста, выступите, решите, успокойте народ на выборы. Или не пойду, а если пойду, то буду голосовать уже не за вас. Это я обещаю за себя. Мои бабушки-пенсионерки в первую очередь зарплатят квартплату, а потом купят себе сосиску. А вот теперь в Интехбанке деньги, которые фактически являются деньгами физических лиц, 144 квартиры в нашем доме, 350 с лишним человек живет. Вот эти деньги, миллион 374 тысячи в Интехбанке зависли. Нас уже замучили письмами, звонками. Заплатите за воду, заплатите за тепло. Господин президент, пожалуйста, не оставьте всех нас потерпевших. Мне вчера прислали отчет о моих деньгах. У меня пропал миллион, точно так же, как у всех. Я пришла его пролонгировать, и меня, работница банка, молодая женщина Исламова Алия, меня, взрослую женщину, имеющую троих детей, шесть внуков и 40 лет стажа, вот так кинули. Мне стыдно сейчас даже говорить об этом, что меня так обманули, как и всех здесь стоящих. Я хочу сказать, что в этом документе написано, дерзайте, пенсионеры. Так давайте дерзать не слезами, не своими сердечными приступами и давлением, а давайте все вместе все-таки добиться того, чтобы вернули наши деньги.